Используется специальная расцветка костюма, полностью совпадающая с расцветкой фалтуса, чтобы он принял меня за своего. Самое трудное это надеть носочки. Холодная вода, просто ушки надо беречь. Главное все делать вовремя, все, ребята. Так как пользуюсь голыми и нежными костюмами, ногти должны быть в порядке, иначе костюм я без последствий не сниму. Главное вовремя всегда это делать. Это местный подводный охотник, 10 лет живет здесь, в самом издании. Рассказал обо всех опасностях, которых нас подражает. Сказал, осторожно с зубаткой, может укусить сильно. Молодец, подошел, увидел дружеское сердце, поучаствовал в нашей экспедиции. Наконец-таки, после всех долгих сборов, уточнений и ремонтов, мы с вами стоим около воды. У нас в руках ружья, практически одеты ласты и плюнуто в маску. Заходим в воду. Наша сегодняшняя территория, это вот этот залив. Не суемся никуда на течение. Ни за тот мыс, ни за этот мыс. У нас в распоряжении есть один час спокойной воды. Через час выключится течение и начнется в другую сторону. Пойдет океанская вода. Поэтому, ходим сейчас по границе течения. Как только начинается, отходим. Пока осматриваемся. Если получается все, уже немножечко суемся небольшими разведками на слабое течение, где, конечно, больше рыбы. Смотрим ее, стреляем. Опять отходим здесь, заряжаемся на спокойной. И можно кататься вообще по этому заливу, как на каруселях, не гребя. То есть, вышли на обратку к мысу, подхватило слабеньким течением, зашли опять в обратку. И сейчас идет туда. Туда, в океан, да. По обраточке вернулись, опять осмотрели. Опять вышли немножечко. Вот по такой схеме. Без фанатизма. Минимальный размер. Ну, минимальный размер, конечно, здесь можно 2 килограмма взять на вооружение, что меньше не надо, не стоит, да. Объекты. Объекты. Сайда, треска, зубатка. Полтус я ни разу здесь не видел. Зубаткой очень аккуратно. Да, умиршляем до полного умиршления. То есть, методом перепиливания позвоночника за головой. После этого вешаем уже на кукан. Сорейная русская пословица. Рыбы здесь нет. Рыба нам не нужна. Пошли. А ты норвежскую пословицу еще скажи. Какую? Ежели кто рыбы не добудет. Ну, тому вообще в жизни не везет, да. Сорейная русская пословица. Первый норок показал, как и ожидалось, большое количество сайды, которое присутствовало во всех слоях воды, верхних, средних, придонных. Ребята спокойно начали обныривать сначала малой глубины, а потом, постепенно переходя уже глубже и глубже, стреляли по сайде, осваивали новое оружие, отрабатывали меткость выстрела. Мы на сайде не останавливались, пошли сразу же в поисках трески. Взял первую, так называется, открывающую. Теперь будем искать экземпляр, будем искать хорошую рыбу. Треска держится вблизи дна, редко поднимаясь в пол воды. Она уходит под листьями травы. Костюмы используют, конечно, минимум 7 мм, вода 10-8 градусов температура, может быть даже девятки, десятки, либо комбинировать, куртку надеть, например, девятку, штаны и семерки. То есть, опять же, это все индивидуально, но в целом нужно подбирать костюмы для себя, исходя из температуры воды 8-10 градусов. Ласты длинные охотничья. Карбонный сэндвич использую для того, чтобы нырять комфортно в глубину и выходить на поверхность. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот уж и разворачивался возвращаться. Вышла на любопытство из кустов такая неплохая трещина. Сейчас пока идет все по свалу, но я бы не уходил, работаем до 10 метров, вот 9,5 метров в глубину обла. Немножко разныряешься, пойдем поглубже посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, начинает смена течения, начинает гулять треска за сайдой в охотица. Явление, конечно, красивое, теченица такой идет. И вот рыбинка, ну такая, в размерах она, конечно, килограмм по три-то есть, наверное. Ну а так, есть, конечно, покрупней, глубины пожелтей, но красиво, все равно красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok